Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, я приветствую вас в нашем храме в день Рождества Пресвятой Богородицы. Когда слышишь слово «Рождество», то, наверное, сразу на ум приходит Рождество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и все праздничные приготовления, церковные переживания этого праздника, которые с ним связаны. Но сегодня Рождество мы применяем именно к Пресвятой Богородице, и в этом нет никакой неточности и ошибки. Рождество — слово особенное. Оно каким-то образом показывает, что те лица, те личности, о рождении которых мы говорим, выдаются из всего поколения человечества. И это действительно так. Слово «Рождество» мы применяем к рождению трех лиц церковной истории, истории спасения. Прежде всего, конечно, к самой Личности Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, к Личности Его предтечи Иоанна Крестителя и к Пресвятой Богородице. Вот эти три выдающихся представителя избранного народа, которые самым прямым и непосредственным образом были включены в историю спасения человека и связаны с Иисусом Христом. Один был тем, кто приготовил им путь в сердцах людей, призвав их к покаянию, другая стала Его Матерью. Итак, Рождество Пресвятой Богородицы. Почему оно так важно для нас? Ведь, насколько мы знаем, в Евангелии, в Новом Завете, оно нигде не упоминается. Действительно, дорогие братья и сестры, мы знаем о жизни Пресвятой Богородицы в Евангелии очень мало. Довольно редко она упоминается там, и только уже начиная с момента Благовещения, когда Ангел возвещает ей вот это принесенное от Бога задание стать Матерью Иисуса Христа. Ничего о детстве и тем более о Рождестве в Евангелии не говорится. И это неудивительно, потому что Евангелия всецело имеют христоцентричную направленность. Они призваны показать нам Личность Иисуса Христа. Откуда же тогда Церковь черпала сведения о Пресвятой Богородице и ее Рождестве? Конечно, Церковь изучала и знакомилась со всеми документами, материалами, которые были в хождении в то время, которые как-то упоминали о Богородице, ее жизни. И, конечно, это были древние апокрифические Евангелия, или иногда их называли еще протоевангелия. И вот одно из таких протоевангелий дает нам сведения о детстве и даже родителях Пресвятой Богородицы. Кстати, в конце июля празднуется их память и Акима, и Анны. Именно они были матерью и отцом Девы Марии. Сведения из апокрифов древности говорят нам о том, что и Аким, и Анна долго не имели детей. Дожив уже до преклонного возраста, они оставались бездетными. Но, тем не менее, продолжали молиться Богу о том, чтобы Господь даровал им младенца. Мы знаем, что для людей того времени невозможность родить, особенно для женщины, было проклятием и позором, потому что ребенок воспринимался как дар и благословение от Бога. И вот и Аким, и Анна молятся Господу о даровании им младенца, и Господь дарует им первенца. И это была девочка, которая впоследствии станет матерью Иисуса Христа, Сына Божьего. Как видите, дорогие братья и сестры, уже в самом чудесном факте Рождества Пресвятой Богородицы мы видим знак особого избрания. И поэтому именно этот праздник Рождества Пресвятой Богородицы очень тесно связан с другим, имеющим более высокий статус, торжества днем непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В том, что судьба родителей Пресвятой Богородицы является собой пример судьбы многих, скажем так, выдающихся личностей Ветхого и Нового Завета. Факт того, что они долгое время не могут родить ребенка и, наконец, получают его как дар от Бога, таким образом понимая и осознавая, что это дитя является особым образом ему посвящено и будет включено в таинственную историю спасения человека, ведомую промыслом Божьим. Таким образом, Пресвятая Богородица, рождаясь на свет уже от людей, которые по человеческому разумению не способны были где-то рождению, являет действительно собой Божий дар. И не даром Богородица, как первородная, таким чудесным образом, вымоленная родителями у Бога, посвящается ими Богу особым образом. Поэтому, дорогие братья и сестры, события Рождества Пресвятой Богородицы мы воспринимаем и как включение Бога в бытие человека с его спасительными событиями, включение в судьбы человеческие и, таким образом, реализация спасения человека через самого человека. Но также мы видим возможность в праздновании Рождества Пресвятой Богородицы каким-то образом присвоить его себе, то есть сделать его событием, непосредственно касающимся каждого из нас. Ведь и мы, так или иначе, лично включены в историю спасения, которая осуществляется в личности каждого человека. Богородица является, можно сказать, представителем перед Богом от всех нас, ходатаем перед Богом за всех нас, той, которая для всех нас рождается и которая для всех нас станет матерью нашего Спасителя. Таким образом, ее Рождество становится дорогим и важным, значимым событием и в нашей судьбе, потому что непосредственным образом нас касается. Ведь именно через нее стало возможным то, что Спаситель пришел в мир. Именно через нее стало возможным то, что каждый из нас может считать себя спасенным. Ее появление на свет, таким образом особый и радостный факт для каждого из нас, для всей Церкви. И сегодня я призываю поразмышлять над этим событием, посозерцать его в какой-то степени, настолько, насколько это возможно, чтобы сделать его своим, близким к своей личной жизненной истории, для того, чтобы этот праздник стал воистину радостным и важным событием для всех нас.